так я запущу трансляцию здравствуйте друзья мы с вами у меня в компьютере в архиве но архив свежий как мне достается нелегко сейчас вы поймете и как я отвечу на это вы поймете что существует два параллельных садоводства научное садоводство хотя слово научное я бы уже стал брать кавычки пометишь насколько это серьезно и насколько серьезно отстала научно садоводство от любительского мы любители ничего не знали так вот есть такой спиноза был такой спиноза я не знал еще подробнее о нем другой раз расскажу это философ вот его любимое мое изречение что мы невеже совершили открытие потому что мы не знали что это невозможно мне нравится это выражение вот как-то получилось что сейчас в университетах и институтах академиях натаскивает людей внушаем истины которые на мой взгляд не имеют право быть вот сейчас еще раз глянув идет или не идет запись так наверное идет вот так получилось что не я начал меня просто взяли начали свидетели потом поневоле тянулся в дискуссию оппоненты со мной обращали жестко вот примерно так наталья медведева она делает погоду на канале у туманова туманова представлять не надо у него столько погон там миллион сто тысяч подписчиков дискуссия с моим братом она написала следующее мне не интересно то есть то что я вам сейчас буду показывать ей не интересно а я вам покажу удивительные вещи которые вышли за рамки вот эти очерченные наукой вот я кандидат наук пишет наталья у меня шикарное образование человек с умным видом несет чушь это уже про и брата железовый юрий это мой брат дискуссии с ним она написала что я несу чушь он металлург совершенно верно но не простой металлург вот колер ордена славы согласитесь непростой я один из тех кто это допустил никелевый завод номер два вот точнее надо называть цех электролиза никеля вот я один из тех один из нескольких людей которые присвоили звание лучше изобретатель города на риска то есть мозги есть потом я сразу представляюсь таким образом чтобы поняли значит 30 тысяч саженцев вырастил старт уже почти 40 лет и считаю того что я вырос в дедовском саду еще на украине вот понимаете меня а здесь уже сибирский стаж скоро будет 40 лет и все это не считается все это не считается и так я металлург а 30 тысяч и выращены саженцев несколько тысяч доведенных до плотношения не считается вот оппоненты не представляют себе что-то похожее вот у них есть одно я ученые меня научили и так вот это вот я зацепился эту фразу думаю не стоит знать наверное стоило бы знать это горько для меня что человек не хочет учиться и хочет познавать новое я не буду всю дискуссию дальше по полемике безумно она написала жалью за валерий генетику учил или инженеру веторгу она ни к чему и он так хорошо всем разбирается да вообще неплохо разбирается и генетику я учил вот смотреть как человек с умным видом несет чушь не стоит так мы сегодня будем про чушь вот она себя как бы это как унтерофицерская вдова помните классика себя высекла вы поймете насколько то серьезно вот дело то что эти оппоненты не считают что деревья вот она ее подруга ольга исакова то еще короче ее и оскорблением адрес было еще больше но там дошла коса на камень потому что они считают что деревья неправильно вот а правильное дерево оно должно быть иметь определенную форму кроны не имея понятия что в разных странах на разных континентах в разных условиях дерево миллионы лет вырабатывали определенную наиболее оптимальную форму кроны с разными штамбами или без штамба с разными кронами в одних тут других тут а все это взять и придумать искусственно что существует вот такая идеальная форма кроны и давай все подгонять а их этому еще и научили в академии а в академии на сайте как раз вот это вот дерево я вас пару раз показывал не буду повторяться нарисовано дерево и 9 видов веток которые обязательно нужно вырезать вот это это поэтому я после такого вступления буду нести чушь я подчеркиваю ради вот этого я вот а вообще генетику я знаю лучших потому что у них получается так человек представляет присылает фотографию мы это все проходили неудобно повторяться семилетняя груша в основании 4 таком расстоянии земли 4 толстые ветки вот и вся ее генетика заключается в том что вы немедленно отрежьте все эти ветки за подвесок то есть на кольцо это был такой предательство потому что я прикинул отряд сумме отрезалась 8 процентов массы семилетнего дерева оставалось 20 и такой все проехали и так мы с вами возвращаемся в прошлое вот это 2007 год вот видите двадцать третьего 2007 года вот это как сказать сейчас я вам объясню в общем получается так участок приобретен в восемьдесят четвертом году обыкновенный был любительский сад и никаких не собирался делать никаких этих открытий совершенно они сами полезны отвечая на третье обвинение ольги и наталья этих самых выпускниц и мережевки которые этим гордятся и считают что их всему научили им не надо выращивать нет не надо выращивать они так могут учить других не вырастив ни одного абрикоса по крайней мере предъявлять свое не стали я свое предъявляю начало было простое а потом случилось чудо что за чудо я объясню я буду подряд все показывать фотографию на некоторых останавливаться и так у меня есть фотографии еще вот такая стопка вот такая вот бумажных или как там я делал то что сейчас произвести называется фотоаппарат называли раньше мыльниц качество было не то печатали естественно студии вот а вот ведущего года мне появился только цифровый фотоаппарат давайте с этого начнем здесь я не это обыкновенная свородина которая была в миллионах садов вот это я обнаружил красном хуторе довольно неплохую вишню все собирался отвода взять да так и не взял потому что я вишни привез с украины херсонской области мои вишни два раза крупнее поэтому я так и не и поленился для разнообразия но это ладно я сейчас скажу третье что это от девочек от этих темирязевых для меня не девочки мне 72 года для меня эти девочки это всегда все кто моложе мне даже на 5 лет я уже девочками так вот эти девчата было у них третье а что все что я приобрел когда-то было принадлежало науке и вот тут произошел водораздел а все ли да даже если я беру что-то в любительском саду когда-то взял бы это когда-то вода действительно было науке но не все вот например вот эта вишня раздражалась таким путем то есть я сразу снимаю себя от обвинения что все когда-то было лучше сюда вот неправда вот это вишнюю завезли столыпинские переселенцы сибирь кто-то вез жменьку косточек кто-то все-таки умудрился там какой-то рогожку завернуть саженец мокрую тряпку и все-таки довести до сибири чтобы тосковать по украине по российскому нечемноземию поняли да вот и теперь эти вишни у нас есть я спрашивал неудобно назвать фамилию я дружу с тремя тибирскими учеными вот и авторство за наукой этих вишен они не признают идем дальше вот эту комментировать не буду иначе ничего не успею но вот тоже самое другой ракурс вишня себе уже это самое вот это штамповая вишня я их условно разделил видите все сибирские вишни условно штамповая и на степные степные вишни вот так это кустарник размножается без остановок с помощью корневых отводков вот в данном случае сало как сало чего пробовать идем дальше вот а вот это уже посерьезнее это она уже со штамповой вишней это все мои соседи по хутору я решил их превзойти чем гулять так гулять и давай с украина возить эти самые черенки и вишен и абрикосов я был но это понимаете значит я освоил укоренение летние укоренение я называю зеленые черенкование мне целая наука когда я опубликовал эти материалы в виде статей сибирских газетах я думал и теперь каждый возьмет и вырастет потому что отрезал под бутылку сунул в середине лета вот поливал поливал и к осени второго года то есть получается год и еще несколько месяцев будет вот такая чудо и пожалуйста вам сортовая обеспечена и смородина и крыжовник и жимолость и шелковицы я научился так укоренять меня никто ухом не повел стыдно сказать у меня никогда не было сортовой смородины так покушать вот такая она потому что в данный момент есть 20 раза крупнее она не значит что она лучше которая крупнее она может быть наоборот пустышки а данном случае крупность не имеет решающего значения вот есть есть вот такой используем на варенье и так далее вот выночная вишня отбор я произвел сам я когда приехал купил тогда это было просто дача скромная 10 соток я потом прикупал землю до полу гектара эта дача не считая 5 гектар на острове от тот момент восемь четвертый год было страшный мороз 40 градусные длительные морозы а прикупленная дача у меня есть пяти и волосы крыша весной проснулись две причем кислое то время волосы вишня была в каждом саду нетрудно было найти сладкую поискал нашел косточки она размножается только косточками косточки укоренил получил доли снова отбор и такой любительская селекция в леп очень вкусная волосы вишня которая ведь кислинку но все равно едим его так сразу срывать несколько и потом сразу все косточки выплевываешь а иногда и проглатываешь потому что вкусно первое мое абрикос который я довел за поглощение было из привитых заметьте это длинная история но она приведет к открытию которого не может быть никогда вот попозже я вам покажу что имею ввиду потому что эти деда дамы умудрились похоронить с помощью своего авторитета похоронить не они это начали они с упорством достойным лучшего применения буквально втаптывать грязь в это направление под названием вегетативной гибридизации при этом ссылаясь на 100 летней давности 80 летней давности результаты это я руками развожу неужели за 80 лет не забыла хотя бы попробовать мне надо было двадцать первом веке начать а что весь двадцатый век делали скрещивали а плюс б чтобы получить что-то среднее между ними а получали пустышки сколько я подослушался от этих вот ученых первые годы со мной дружили когда на эту печать публиковать свои стати переписка была с умнейшими людьми они морду не воротили они считали меня равным и так вот это абрикосом удивительное дело вот эту фотографию в 2007 году так а получилось так что я нашел дерево взрослого его было лет двадцать получается что абрикос в этом поселке значит этот абрикос который обнаружил меня поразило огромное дерево все плодах и крупные кисло-сладкие у них самое интересное мякоть хорошо отделяется косточка от мякоти вот и я назвал его мечта хозяйки потому что это имеет важное значение для хранения дольше хранится и для транспортировки и для вот этих вот вещей когда вот легкая кислинка придает пикантность и получает соки компоты варенье гораздо пустее чем все же сладкие которые у меня есть вот такие вот но приторное компоты невозможно пить то есть вот этот плюс огромный огромное количество сахара в плодах переходит минус при хранении при заготовке ладно это я уже капризничаю добиться вот этого потом еще и ругать вот эти плоды что не это вот поехали и так и так значит здесь я обнаружил 80 это где-то году в 90 даже раньше конце 80 в общем получается дерево 20 получается у хозяина она жила 70-х годов а ведь тогда еще не было никакой 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 плотины не было перекрыты не было перекрыты ни сей не изменился климат а до этого он был жесткий так называемый как он называется память начинает подводить сейчас сколько можно вспомню а резко-континентальный во я служил не служил два месяца проходил военные сборы тут же в хакасии я красноярский институт заканчивал птицем а вот проходил двухмесячные сборы мы жили в конце лета мы палатках как мы по утрам мерзли еще лето было от днём жара до сорока вот это было так было вот он резко а в это время уже у человека рос абрикос которому все это было по барабану и который как потом оказалось он из моих культурных привитых самых надежных потому что я эту веточку не просто сберег теперь тысячах садов есть абрикос амур запомнили вот этот абрикос я раздобыл у байкова и в этом самом мне могут сказать ага попался случайно признался бед бы пролистнуть а это то научного сада байкова это шушенская в скобках субботинская гсу вот и оттуда я добыл черенок выменял вот мне было чем делиться выменял он стал плодоносить но плоды в общем не ругать не хочу не хвалить но это когда эти автомобили жигули сейчас все смотрят просто на тех кто ездит на автомобиле жигули едет смотрят на них таким легким призрением то есть это середнячок сказать что с ними больше не работал почему я посадил соседу так до сих пор там растет но качество плодов середнячок он не представлял никакой тесу для селекции идем дальше идем дальше идем дальше давай засвечивайся а это тот же самый амур только другой ракурс ну конечно выраженный это тоже амур но для таких деревьев было два вот пожалуйста любуйтесь он уже начинал терять ярко-красную окраску уже начинал а вот это представляю лидер это гордость моя потому что я сам не знал когда садил от ливицкого садил саженец привез сосед себе и мне вот там стоило конечно копейки было ему то ли один то ли два года посадил его и думал ну чё будет то будет вы слова что пять вот таких веток сейчас три осталось две уже а это рухнули одна под снегом это под страшным урожаем вот это одна из пяти веток и это 2007 год все пор прошло еще 15 лет и он все пор дал мне 100 200 ведер плодов вот косточки с него я продаю всей россии не только россии вот почему он уникален по-своему вот он опять соки компота варенье невероятная морозостойкость и несколько поколений я его приучил к ним к нему приучил к культурные абрикосы вплоть до 100 граммовых вот старая фотография а это одна из пяти веток вы не можете представить какой был орган один раз я не поленился 30 ветер это был минимум потому что я так все и не собрал потом собирали мыши мыши устраивали пешество то есть весна когда-то оказывается все квадратный такой круг метр на метр все косточки сотни тысячи сложены в этом круге все они с дырками так то есть они все просверлены и видимо устраивали такие кладовки вот это было интересно то есть я еще и все собрать не мог вот я нисколько не придумал у меня есть такая вещь да мне говорят а может быть и нет фотографии вот смотрите вот она да давайте смотреть что здесь будет сейчас а знаете почему здесь у меня не получается это у меня с этого не с интернета а у меня диск вставлен вот видите дисковод мой диск написано вот поэтому здесь у меня не получается показать вам год но достаточно того знать что это 2002 год вот я показываю с фотографии дещанской расы мне наслужил доверие ладно следующая фотография на девушек не заглядываться нечего вот я просто их использовал как модели даже приплачивал немножко почему вот это вот абрикос бай это следующий культурный абрикос который мне удалось довести до полношения так но я его назвал бай левицкого почему потому что баян баян на дальнем истоке а здесь его фактически ориентировал и заработал я его как бы несколько фамилий таких как допустим чижик ботно бородич я их фактически левицкий пытаясь обессмертить вот дело в том что они совершили чудеса помимо науки то есть занимаясь совсем другими делами наука с тем а результаты получились поразительные именно любительском садоводстве вот пожалуйста и я поэтому пишу везде и всюду например то что я косточки черенки в таких деревьев и пишу абрикос бай тире левицкий это уже разновидность потому что они меняются про это вы правит эти организации поговорим отдельно так ну в данном случае опять же на девушку не смотрите смотрите на эту траву не смотреть траву смотрите это полис по бегоносу одно время я культивировал но в сибири она не пошла по той причине именно как это как я противник черного пара я противник перекапывания почвы а эта трава мне много украшала сад только однажды когда до нового года и после не было снега а мороз был 40 трава просто взяла и вымерзла а потом пошла клочками и фактически начинать с начала я уже не хватило ни сил ни здоровья чтобы снова ее зарастить ей целый сад все второе второго предшествия не получилось так ну одна из фотографий это у меня экспериментальные сорта я действительно получал от науки вот там напишу письмо получу черенки заплачу чаще все гнилые получал то время почта работала плохо долго люди не знали что не надо не утеплять не надо нет то есть я не то слово сказал не надо там сырости их высылать в общем получалось что резко доводил до повышения вот одна из них ну сало как сало то есть для меня это оказался середнячок я им дальше заниматься не стал ну в данном случае вы видите абрикос серафим еще один шедевр да он средний когда большой урожан вообще 30-40 грамм имеет вот я выдрился сейчас вам покажу загляну вперед потому что вам скучно не было я вам сейчас покажу до чего я его довел три фильма снятые в разные годы подтвердение того что я раз не болтал второе что я ничего не выдумал потому что кому надо этот фильм увидел или посмотрит сейчас увидим вот они видите я серафим довел до этого состояния но это уже отдельный разговор отдельная история возвращаемся сюда вот и так еще раз где я тут был вот он серафим вот так ну хочу дальше это работает этот диск выдает с опозданием так ну и я сейчас дальше я пока не могу я надо быстрее полюбовались так вот классический амур представляет собой вытянутую немножко форму обязательно с носиком и вот такой цвет я его этот цвет потерял почему я показывал на джорский абрикос еще покажу он чисто желтый и вот этот подвой постепенно меняла краску это еще не может быть это еще не витативная гибридизация потому что есть еще понятие ментор вот а ментор он считается на геном не влияет то есть как бы наружное влияние вот окраску сменил и ладно еще не факт что она потом в следующих поколениях сохранится то есть можно вернуть красную окраску пересевая пересевая но мы это это направление для нас не табу но оно не перспективное мы будем прививать вот значит ну в данном случае вы видите снова бай это тоже бай и это бай а это основатель один из основателей сеногровского феномена бородич вот владимир степанович он самый известный садовод был сейчас все забывается единственный садовод который от государства получил орден за работу в садоводстве с тех пор никто никогда а потому что больше отечественное садоводство им под замещение стране не нужно только на словах только болтовня я его сфотографировал это как история приехал я буду писать статью про вас дорогой мой друг кстати его уже нет на свете у нее нет рук по плечу они сгорели от электрического тока но с помощью вот видите это он мне подарил книгу на восьмидесятилетие я был одним из тех кого он пригласил на это самое на торжества посвященный 80 лет его туда уважал администрация его знали все но время прошло все забыто так вот я приехал степанович говорю я буду про тебя статью писать вот я немножко отклонюсь как я как-то соберу все фамилии на память сошников левицкий бородич бельтяевский чижик жестовские это наши ветераны ученые ученые бойкова ученые тушу плода скобила вот еще кто-то обидится расстрел не вспомнил так-так-так в общем у меня есть все эти фотографии вместе статьи обо всех чижик из саратова ой не через чернышове саратова некоторым я посвятил главу своей книги я хочу сказать никто никогда мне не кинет камень что я как это а ты божок я получил звание наполеон вот врет как все вымерено тоже звание получается кстати я не мерен я сейчас могу вот и я специально подчеркиваю так чтобы немножко не трагично звучали мои слова я сейчас могу вот и обо всех рассказал с величайшей любовью когда умирал еще но еще был жив в боднах он мне сказал константинович вы тут обшарили сына весь интернет обо мне ничего нет я пытался его утешить я писал право статьи под названием рядом с великим то есть с вами я сделал два фильма он говорит ну и что это капля моря он прав что там 5000 просмотров в одном случае 3000 в другом а он выдающийся вот я фотографии другие года я покажу я просто этим хочу посеркнуть моих усилий мало вот когда-то может когда будет новые ректоры в университетах когда будет новое направление люби кто-то грохнет вот так вот просто немедленно изучить любительское существо взять на уважение поклониться каждому кто еще в живых поклониться родственникам тех кто уже на том свете собрать все сорта образцы а не дождемся вот и даже не заработаем на кусок хлеба много ли можно выжить на пенсии и вот получается что когда я приехал вывезли падать давай фотографию а я не могу говорит уже собрали эти самые только говорит сегодня с утра были скопщики 60 ведер абрикосов 60 ведер собрали вот и я говорю степанович как хочешь пошли искать статья пропадает а я специалист какой то есть импульсивно вот завтра я уже не смогу написать вот у меня такое состояние вот сейчас я про вас все напишу все что думаю все что это все что у вас видел вот для того как вы выгоняли как альвадос из яблок и угощали всю россию потому что к нему приезжали тогда и журналисты просто друзья вроде меня даже про это напишу пошли искать нашли вот эту ветку это был счастлив что все таки показать его на абрикосы это было лучше из его сортов вот ну сорт в данном случае безымянный ходили по рукам веточки привали вот не знаю что это такое ладно вот пока хотя бы несколько добрых слов царства тебе небеса я когда это володя присоединюсь к тебе да присоединюсь я знаю где тебе искать в райском саду в райском саду я сейчас чтобы не было грустно одну притчу расскажу я сам придумал о переходе в иной мир она не грустная на пород как бы оптимистичная и так значит все мы грешны я тоже грешны вот тут надо бы картинку сменить чтобы хотя бы мая физиономия была сейчас наперед зайду вот он чижик великий а вот так вот смотрите притча и первая серия это будет закончено потому что меня ругают за длинные серии понимаете вот за длинные фильмы и так значит я попадаю на тот свет а так как я грешен как все мы вот мы еще не родившись нам сказали что мы грешны и будем всегда грешными попадаю на сковородку и дальше я пишу о себе такую юмористическую статью сижу я значит конечно жарковато жарковато да но терпимо видимо там в раю тоже проблемы с энергоносителем вот так подумал я то есть претерпелся на сковородке и вдруг заходит старший черт руках список тот у залеза ну я так слеза сковородки марш за мной выходим мы из этой самой из преисподней значит он говорит хватай мешок что в мешке а в мешке что значит тяпка секатор привычный нож и такие вещи ну знакомые я тут с удовольствием хватаю мешок и иду за чертом идем 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 и видим ого красивые ворота такие расписные такие праздничные вверху написано рай а я то обрадовался а вдруг он говорит а они же мелкими буквами и вдруг этот главный черт походит спокойно мимо этого самого я тут же приуныл плиты с мешком на плече вот и подходим мы маленькой незаметной калитки в этой же рай но сбоку маленькая калитка а я то не из этих самых не из худых далеко не из худых вот с ужасом думаю а как вспомню притчу как что это самое не может пройти ну вспомните про угольные про богатых я правда не богатый и игольную шкоду власти богатый пролезу кое-как протиснулся в эту калитку и оказался в этом же райском саду поняли да ну а дальше я рассказываю как я встретил левицкого как я встретил бондера как они уже гектар где-то уже успели вырастить новые сорта абрикосов тот же бай левицкого в райском саду и уже успели выгнать кое-какой напиток и давай меня угощать мы сидим вспоминаем минувшие дни споры отчаянные мы же все эти незаконные садоводы нас нет и быть не может понимаете вот на этом ну я считаю что я немножко даже этой притчей чуть-чуть повесенил короче встречусь я с моим другом с моим другом бородичем вот бородич, бородич, сейчас я его иду вот видите мы еще только практически начали говорить да вот он вот и на этом я заканчиваю первую серию вот почему я так постепенно расскажу обо всех вот видите но это уже будет следующая серия посмотрите на эту чудеса видите вот такие люди украшали землю и к сожалению вот полосам тепло в рот науки не попало все друзья первая серия закончена вот это мы смотрели диск сейчас я его достану вот чтобы убедились что я ничего не выдумал что это а вот это уже в компьютере вот эта фотография еще раз это одно из тех чего не может быть никогда а я еще чуть-чуть не закончил смотрите я достал вот этот диск и ничего не выдумал когда смотрите что тут написано 2007-2008 вот мы начали это рассвет моего творчества и так как мы здесь сейчас я знаешь буду ли жив завтра не буду я хочу вам показать вот эту строчку почему потому что они непробиваемые они просто эти не тех не так их надо было их надо было учить они ссылаются мы со своим образованием такие шикарные вот что просто-напросто они такие шикарные что им ничего этого знать не надо это а так как они погоды делают в масштабах россии то мы не можем никак дальше продвинуться вот видите вот так вот ну все на этом я пока заканчиваю а потом будет вторая серия до свидания друзья вот я даже не буду говорить что покупайте у меня черенки покупайте у меня косточки покупайте у меня эти самые сейчас будет издана очередная книга моя это уже будет четвертая а Торценко Павел редактор третьей книги вот этой вот вот она видите тайны плодовых деревьев для избранных судьбы вот сюда еще сейчас медленно содержание видите вот она настолько ценная книга это невероятно вот она она еще готовится но вот будет печать и гоните монету называется вот это прощит уже без меня идет сбор средств на печати еще надо напечатать вот хотя бы это хотя бы там не до прибыли хотя бы хватило денег вот молодец Павел за мой автограф деньги берет но люди платят потому что куда деваться то когда-то этот автограф будет стоить отдельно хочу денег вот вот это вы уже без меня все прочтете и на этом теперь точно мы закончили до свидания друзья до новой серии остановить транспорт и мы